Всем привет, меня зовут Боржан, я преподаю биологию и наверное вы все слышали о сказке, которая называется сестрица Алёнушка и братец Иванушка, в которой сестрица предупреждала своего брата о том, что нельзя пить грязную воду. Почему это было? Потому что она думала, что ребенок превратится в казиночка. Но в реальности, конечно, человек в казиночка превратиться не может, но он может заработать себе какую-нибудь болезнь, которая называется инфекцией. И о сегодня мы их поговорим. Теперь, инфекции это болезни, которые вызываются у живых организмов при заражении другими живыми организмами. В основном эти живые организмы являются микроорганизмами. Это могут быть бактерии, простейшие, иногда вирусы, но к ним же относятся и болезни, которые вызываются различными многоклеточными живыми организмами, например, различными насекомыми или, например, червями. Теперь, в данном случае, возбудитель, то есть живой организм, который вызывает инфекцию, называется патогеном. Теперь, имеется большое количество различных болезней, инфекций, которые вызываются различными патогенами, и о всех мы о них говорить не будем, но мы будем говорить в плане о том, как можно предотвратить инфекции. И в данном случае мы будем говорить о мерах профилактики этих инфекций, и выберем такой план, рассмотрим, что как можно избежать этих болезней. Это зависит от того, как эти болезни передаются, то есть каким образом человек может получить данный патоген в свой организм. Теперь, имеются различные пути, каким образом живые организмы, которые вызывают инфекцию, могут попасть в организм человека. И давайте начнем с самого простого из них, самого распространенного, это через желудочно-кишечный тракт. То есть, когда человек потребляет воду или пищу, вместе с этой водой или пищей, внутрь могут попасть различные организмы, патогены, которые могут вызвать болезни. И в качестве примера мы возьмем такую болезнь, как амебиаз. По-другому это называется амебоидная дизентерия. И возбудителем данной болезни является дизентерийная амеба. Теперь, человек может заразиться амебиазом, когда поглощает немытые продукты питания, либо грязную воду. Почему? Потому что в них могут содержаться цисты этой амебы. Цисты собой представляют законсервированную форму этой амебы. То есть, в воде, в грязной воде, они находятся в режиме ожидания. И когда человек поглощает эту цисту, то тогда эта циста уже преобразуется в живой взрослый организм, который уже начинает размножаться. И данная амеба, уже попав в толстый кишечник человека, начинает поедать нашу микрофлору, то есть, бактерии, которые живут у нас в кишечнике, начинает поедать эпителии кишечника, то есть, внутренности нашего кишечника, и даже может попасть в кровь, и там начать питаться клетками нашей крови. То есть, все это приводит к тому, что у человека проявляется симптом, то, что у него начинается постоянный понос, то есть, 10-20 раз в день, при том, это может быть понос вместе с кровью. Получается, он теряет много воды, и, соответственно, в конечном итоге, при отсутствии лечения, человек может, это может привести к смерти. Теперь, соответственно, так как, получается, человек заражается этой болезнью через нечистую воду в основном, соответственно, мера профилактики в данном случае у нас будет то, что человеку необходимо соблюдать санитарные нормы потребления пищи. То есть, всегда нужно употреблять чистую воду. Помимо чистой воды, соответственно, нужно потреблять только мытые продукты. Соответственно, конечно, необходимо соблюдать личную гигиену, то есть, постоянно мыть руки, да, то есть, и пытаться не трогать свой рот грязными руками. Помимо личных методов профилактики, имеется общественная. Теперь, проблема в том, что человек, зараженный амебиазом, он является источником производства цист. То есть, вместе с калом человека, зараженного цисты, попадают в окружающую среду, и оттуда они могут попасть в воду, и, соответственно, заразить источники воды. Поэтому, для того, чтобы соблюдать общественные меры профилактики, необходимо постоянно стерилизовать воду. Далее, перейдем на другой тип методов заражения инфекциями. Это у нас через животных. То есть, различные животные могут быть источником патогенов для человека. И, например, возьмем такую болезнь, как лишманиоз. А теперь, лишманиоз вызывается простейшим организмом, который называется лишмания. На самом деле, это семейство живых организмов, да, то есть, простейших, которые вызывают лишманиоз. То есть, там много разных видов. Но проблема в том, что эти лишмании, они передаются человеку через комаров. То есть, когда комар, внутри которого имеется лишмания, кусает человека, в кровь этого человека попадает лишмания, и там они начинают размножаться. И такой вот момент, что именно лишмании могут использовать иммунные клетки нашего тела для того, чтобы размножаться. То есть, так же, как и туберкулез, они размножаются в макрофагах, и, соответственно, получается, иммунитет человека не может с ней справиться. И это приводит к тому, что лишмании очень хорошо развиваются, и в конечном итоге, то есть, у человека на поверхности кожи появляются различные язвы, где начинают эти лишмании очень сильно размножаться. Соответственно, для того, чтобы избежать этого заражения, необходимо избавиться от переносчиков. То есть, соответственно, в данном случае у нас источником заражения являются комары. Поэтому в регионах, обычно это тропические регионы, то есть, такие как Центральная Африка, необходимо проводить меры для того, чтобы снизить количество этих носителей. Теперь, соответственно, но помимо животных, носителем также может быть и человек. И мы переходим к третьему типу заражения, это через зараженных. И в данном случае возьмем одну из самых распространенных болезней человечества, это герпес. Или его по-другому называют простуда на губах. То есть, имеются различные виды герпеса, но именно мы говорим о простом герпесе, который проявляется, когда человек, обычно он простывает, у него когда ослабленный иммунитет, на его губах появляются вот такие вот пузырьки. Данная болезнь вызывается вирусом, который называется херпес симплекс. Или вирус простого герпеса. Источником заражения данным вирусом является зараженный человек, то есть, человек, у которого имеются именно эти пузырьки на губах. И он может передать через прямой физический контакт, то есть, когда вы трогаете зараженного человека. Может передать через предметы, которые этот человек трогал, либо он даже может передать воздушно-капельным путем. Теперь, такая вот ситуация, когда человек заразился этой болезнью и он выздоровел, то есть, нет уже симптомов, на самом деле этот вирус не исчезает. Он остается навсегда. Почему? Потому что он мигрирует в нервные клетки человека и остается там в спящем состоянии. И даже может интегрировать свою генетическую информацию в наши клетки. И по статистике, 90% населения нашей планеты, то есть, людей, они являются носителями данного вируса. Но ситуация такая, что человек, у которого переболел герпесом, он не является источником заражения. То есть, только тогда, когда человек проявляет симптомы герпеса. То есть, когда у него имеется простуда на губах. Соответственно, в данной ситуации, получается, меры профилактики это у нас будет. Во-первых, это личная гигиена. Соответственно, желательно пользоваться вещами своими, да, то есть, чтобы не было возможности, чтобы зараженный человек их трогал. И, соответственно, если вы, как бы, входите в контакт с зараженным человеком, то вам нужно соблюдать дистанцию. В лучшем случае, конечно, когда человек болеет герпесом, то ему желательно не входить в контакт ни с каким человеком, до тех пор, пока он сам не переболеет. На этом у нас все. То есть, если мы повторим, то у нас, получается, инфекции это болезни, которые вызываются живыми организмами. Таких возбудителей мы называем патогены. И мы можем избежать заражения инфекциями в зависимости от того, через какие пути мы можем заразиться. То есть, пути заражения могут быть через пищу, либо грязную воду, могут переносить различные животные, такие как насекомые, комары, например, мухи, цице даже. Либо через других зараженных людей. Соответственно, в зависимости от типа заражения, мы можем применять различные методы для того, чтобы избежать данной инфекции. На этом у меня все. Будьте здоровы, не болейте. Если у вас имеются вопросы, пишите в комментарии, приглашайте своих друзей для обсуждения. И я прощаюсь с вами. До следующего урока. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok